Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Нам нужно уделять время духовным вещам, уделять время молитве, уделять время слову, уделять время обновлению ума, просто посвятить время Духу, чтобы стать умелыми. Это совершенно другой мир, и Слово Божье – это единственное руководство, которое учит нас об этом мире. А Дух Святой – Божественный Учитель, который учит нас Слову, открывающему нам духовный мир. И узнавая больше о Божьем мире, мы можем стать более эффективными в этом мире, а учеба требует времени. Вы знаете, что ни один спортсмен, ни один музыкант, ни один столяр, электрик или художник не достиг успеха, не посвятив время своему ремеслу. У человека может быть талант, врожденные способности или благодать на жизни, но без развития все это не принесет никакой пользы никому. Во Христе нам принадлежат все привилегии, все блага, но если мы не научимся с ними умело обращаться, мы не сможем ими воспользоваться, хотя они нам принадлежат. Как же стать умелыми в том, что нам принадлежит во Христе, во всех этих благах, посвятить этому время, уделить время тому, чтобы учиться и понимать. Знаете, Слово говорит нам совершать свое спасение. Нам нужно научиться свое спасение применять на деле. Все, что принадлежит нам в нашем спасении – исцеление, освобождение, защита, процветание – все, что нам принадлежит, нам нужно научиться применять в жизни. Для этого требуется время. И недостаточно, чтобы это знал ваш пастор, недостаточно, чтобы другие служители это знали. Вам нужно это знать в своей собственной жизни. И именно об этом Бог говорил со мной, чтобы мы уделяли время духовным вещам, проводили время в молитве, в общении с Богом, в слове, уделяли время обновлению ума, потому что духовные вещи требуют времени. Вы знаете, невозможно поторопить рост. Когда дети рождаются, требуется предсказуемый отрезок времени, чтобы из младенчества они достигли взрослого возраста. И в духовных вещах невозможно поторопить рост. Я скажу так, чем больше времени вы уделяете духовным вещам, тем быстрее вы будете развиваться, тем быстрее вы будете расти. Но даже если вы уделите все свое время и приложите все усилия, чтобы развиваться духовно, все равно потребуется время для роста. И Бог акцентирует это слово «время». Потому что в последние дни враг будет использовать стратегии, чтобы украсть у нас время, чтобы мы были неэффективны. В первый вечер этой конференции я читала выдержки из книги Эссека Уильяма Кенниена «В его присутствии». Я хочу еще раз прочитать небольшую выдержку, которую читала во вторник. Кенниен пишет, «Говорят, молитва – величайшая возможность, когда-либо предложенная человеку во Христе. Если это так, то понятно, почему на пути молитвенной жизни стоят враги. Ясно, почему противник всерьез взялся за то, чтобы молитвенная жизнь отдельного человека и церкви была неэффективной. Сатана не был бы хорошим генералом, он не был бы стратегом, если бы он не уничтожал молитвенную жизнь. Вы знаете, это цель врага. Он хочет сделать вашу молитвенную жизнь абсолютно неэффективной. Кенниен продолжает, «Церковь сильна лишь настолько, насколько сильна ее молитвенная жизнь. Мужчины и женщины, узнавшие секрет, как добраться до престола и быть услышанными Богом, становятся опасными для воинств». Вот чего Бог хочет для нас. Он хочет, чтобы мы стали настолько умелыми, чтобы ад нас боялся. И потребуется время, чтобы этому научиться. Потребуется время, чтобы развиться в этом. Одна из стратегий, из приемов, которые дьявол использует против христиан, чтобы помешать им развиваться, это кража времени через отвлечения. И вчера вечером мы начали более подробно говорить об освобождении от отвлечений, которые лишают нас того, что у Бога есть для нас. Я хочу, чтобы мы прочитали Марка 10, 21. Я даже начну с 17 стиха. Марка 10, 17. Здесь сказано, «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его, «Учитель благий, что Мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал Ему, «Что Ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца Твоего и мать». Он же сказал Ему в ответ, «Учитель, все это сохранил Я от юности Моей». Иисус, взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай». «И раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». И этот богатый юноша смутился от этих слов и отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я хочу, чтобы вы здесь кое-что увидели. Действия этого юноши показывали, что он совершенно искренне жаждал Бога, совершенно искренне жаждал Иисуса. Совершенно искренне жаждал духовных вещей. Его жажда видна. Он не просто между делом подошел к Иисусу. Он подбежал к Нему и пал перед Ним на колени. Итак, он занимает позицию поклонения, почтения и уважения к Иисусу. Его поступки указывают на искреннего человека. И что он делает? Он спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус говорит ему, исполняй все заповеди. Молодой человек отвечает, я это делаю всю свою жизнь от юности. Заметьте, он говорит, заповеди я соблюдал всю жизнь. Но все же он осознает, что что-то не так в его жизни. Он признает, что чего-то недостает. Чего же? Вечной жизни. И он пришел и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, правильная жизнь, правильные поступки, это хорошо, но это не заменит получение вечной жизни. Что такое жизнь вечная? Это жизнь и природа Бога, которая входит в нас при рождении свыше и делает нас новым творением во Христе. Жизнь самого Бога становится нашей жизнью. Поэтому у нас совершенно новый дух, потому что в нем теперь новая природа, в нем природа Бога, и больше нет природы дьявола. И этот юноша осознавал, у меня не та природа, я повинуюсь заповедям, но я понимаю, что у меня нет жизни. И потому он спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Хотя он повиновался заповедям. Видите, Иисус сказал, исполняй все заповеди. И богатый юноша ответил, я это делаю от юности моей. Но заметьте, что сказал Иисус, он затронул кое-что, сказав, одного тебе не достает. Единственное, что удерживал его духовный рост, было его упование на свое имение. Обратите внимание, стоит не разобраться всего с одной сферой, и она лишит нас лучшего, что у Бога есть для нас. У этого юноши, если можно так выразиться, было духовное тяготение к Богу. Его интересовало угождение Богу. Он хотел поступать правильно. Он хотел быть угодным Богу. Но очевидно, была вот эта одна сфера. Если бы он соблюдал все заповеди, позвольте сказать, если бы он соблюдал все заповеди, Иисус бы не сказал, одного тебе не достает, потому что заповеди помогли бы ему разобраться с тем, обо что он притыкался. Итак, в 21 стихе сказано, «Иисус, взглянув на него, полюбил его, и сказал ему, одного тебе не достает». Мне показалось очень интересным то, как слово это описывает. Оно пишет, что Иисус полюбил этого юношу, и потом, что он сказал, тебе чего-то не достает. Бог из любви говорит нам, чего нам не достает. Это поток его любви. Это проявление его любви, когда он указывает на то, что отвлекает нас и ворует у нас лучшее, что у Бога есть для нас. Иисус так сильно его полюбил, что не мог позволить тому, что обворовывало этого юношу, остаться без внимания. Он указал на это, сказав, «Одного тебе не достает». И потом он сказал ему, в чем дело? В его любви к своему имению. Что же сделал Иисус? Имение этого юноши было отвлечением в его жизни. Оно отвлекало его от духовного развития. И что же за выход предложил Иисус, чтобы это отвлечение прекратило его обворовывать, избавиться от того, что отвлекает? Иисус сказал ему, «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим». Не потому, что Иисус против того, чтобы у людей было имение. Он не против того, чтобы у людей были деньги. Он пытался показать этому юноше, «Твоя любовь к имению ворует у тебя любовь к Богу». Она отвлекает тебя и удерживает тебя от лучшего, что есть у Бога. Так что давай займемся этим, давай разберемся с этим. Я хочу, чтобы вы знали, чем больше вы даете, тем больше ваша жизнь защищена от алчности. Поэтому верующим так важно быть с даятелями, потому что это Божья природа в нас. Бог – даятель, а Его природа в нас. И чтобы быть верными природе Бога, которая в нас, нам нужно быть с даятелями. И этого недоставало богатому юноше. Он был алчным, в том смысле, что он держался за все, что у него было. И Иисус давал ему понять, что, чтобы разбить алчность, чтобы разбить это отвлечение имения, нужно его отдать. Иисус не пытался ничего отнять у него. Позвольте мне сказать, если бы этот юноша сделал то, что сказал Иисус, отдал все, что у него было нищим, что говорит Библия? Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему. Бог бы воздал ему больше, чем у него было когда-либо прежде, если бы он только сделал то, что сказал Иисус. Но он воспринял то, что сказал Иисус, как лишение его чего-то, а не как попытку Иисуса дать ему что-то большее. Послушайте, здесь сказано, что Иисус полюбил его. Когда вы кого-то любите, вы не пытаетесь у него что-то отнять. Так что Иисус просто указал на то, что отвлекало этого юношу и подрывало его любовь к Богу. Он держался за имение и ставил его впереди Бога, и это удерживало его от лучшего, что есть у Бога. Обратите внимание, юноша сказал, что он сохранил все заповеди от юности своей. Но я хочу, чтобы вы увидели, что он нарушал первую заповедь. Какова первая заповедь? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Этот юноша обращался со своим имением, как с Богом. Почему? Потому что он служил ему. Он не мог отказаться от этого имения. Так что, хотя он сказал, «Я сохранил все заповеди от юности Моей», он пренебрег самой первой заповедью. Он нарушил ее, потому что он поставил что-то другое впереди Бога. Что мы здесь видим? То, чему вы служите, и есть ваш Господин. И этот юноша служил своему имению. Он показал, что служит своему имению тем, что он отказался с ним расстаться. Иисус сказал ему, «Чтобы получить вечную жизнь, с этим нужно разобраться. Твоя любовь к имению и то, что имение занимает неправильное место в твоей жизни, лишает тебя лучшего, что есть у Бога». Поэтому нам нужно разобраться с этим. Это необходимо изменить, если ты хочешь пойти дальше с Богом и иметь общение с Ним. Но богатство юноши отвлекало его от вечного спасения. Это серьезное отвлечение. И именно это дьявол использовал, чтобы удержать его от лучшего, что было у Бога. Когда юноша ушел, Иисус созвал своих учеников и использовал эту ситуацию, чтобы дать им наставление. Он сказал, «Как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божье». То есть, по сути, Иисус пытался помочь этому молодому человеку войти в Царство Божье, войти в то, что Бог ему предлагал. Но он отказался отпустить богатство. Почему же он отказался его отпустить? Потому что его имение было его господином, которому он служил. Часто люди думают, «Ну, у меня нет других богов пред лицом его». Они представляют себе ложного бога, какого-то истукана. Вы знаете, для некоторых людей богом является их семья. В смысле, они повинуются семье, прежде чем богу. Все, чему вы служите, все, что вы ставите на первое место, является вашим богом. Для некоторых это бизнес. Они многие годы потратили на строительство своего бизнеса, и он у них на первом месте. Если нужно пропустить церковь, чтобы позаботиться о бизнесе, они это сделают. Это называется иметь идола. Все, что вы ставите выше Бога и выше повиновения Богу, является идолом, и это обворует вашу жизнь. Это один из методов, которым дьявол отвлекает вас от повиновения Богу и получения всего, что у Бога есть для вас. Теперь, я хочу, чтобы вы знали, что есть разница между Иисусом в качестве спасителя и Иисусом в качестве Господа, потому что Иисус Спаситель спасает нас от ада, но Иисус Господь значит, что Он первый в каждом аспекте нашей жизни. Если Иисус, наш Господь, Он захочет влиять на то, как мы живем. Есть люди, которые хотят избежать ада. Они хотят пойти на небо. Послушайте, я тоже. Все должны хотеть спастись от ада и пойти на небо, но не каждый хочет, чтобы Иисус был Его Господом. Есть те, кто хочет отдать Иисусу сердце, а жизнь свою оставить себе. Они хотят как бы отдать Ему свое сердце, они хотят, чтобы Он вошел в их сердце и чтобы они пошли на небо, но они все равно хотят жить по своему плану и ради собственных целей. Именно с этим столкнулся этот молодой человек. Он хотел, чтобы Иисус спас его, он хотел получить вечную жизнь, но он не хотел меняться, переводить Бога на позицию господства. Он не был готов удалить имение с позиции господства. И из-за этого он ушел без того, в чем нуждался. Библия больше ничего не говорит о нем. Может быть, позже он передумал, может, позже он увидел бессмысленность этого плохого решения. Но после того, как он ушел от Иисуса, отказавшись от изменений, к которым Иисус призывал, мне трудно себе представить, что он мог снова наслаждаться своим имением, как прежде, что он мог взглянуть на свое богатство и сказать, «Красота!» Оно проповедовало ему о том, как он ушел от Иисуса в тот день. Но есть люди, которые не понимают, что если Иисус Господь, то Ему есть что сказать по поводу их жизни. Если Иисус Господь, Он захочет влиять на то, куда вы ходите, что вы делаете, с кем вы проводите время, как вы используете свои уста, в каких делах вы участвуете. Он захочет влиять на все это, если он ваш Господь. Этот юноша хотел получить вечную жизнь, но не хотел менять то, что нуждалось в изменении. В 22 стихе сказано, что этот юноша смутился от того, что Иисус сказал ему и отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Но мы знаем, что на самом деле не он владел большим имением, а большое имение владело им. И мы знаем, что он не получил вечную жизнь в тот день, потому что он отошел с печалью. Люди, которые меняются и соглашаются с тем, что Бог говорит им делать, не уходят в печали, они уходят в радости. И суть слов Иисуса, как мы уже говорили, была не в избавлении от богатства, не в богатстве проблема, проблема в том, что мы ставим выше Бога, что мы делаем своим Господом вместо Бога. Вот что Иисус хотел, чтобы этот юноша исправил. Когда мы повинуемся Богу и откладываем в сторону то, что нас отвлекает, Он способен ввести нас в то лучшее, что у Него есть для нас, но мы должны быть готовы отложить то, что нас отвлекает. Помню, когда я только спаслась, Бог начал разбираться с отношениями в моей жизни, с моим кругом общения. И, по сути, Он начал говорить со мной о том, чтобы оставить эти отношения. Я тогда жила одна, я была не замужем, семьи рядом не было, и те люди, с которыми я построила отношения, были моим единственным кругом общения. И Бог начал говорить со мной об отделении от них. Я подумала, я не знаю, что мне делать, если у меня не будет этих людей, с кем я буду общаться. Так что, по сути, я отложила то, что Бог сказал мне в долгий ящик, и ничего с этим не делала. Я не исполнила Его слов. И я хочу, чтобы вы знали, моя духовная жизнь не развивалась. Я не могла, не повинуясь тому, что Бог говорил мне, двигаться вперед. Потому что каждый раз, когда мы отказываемся меняться, мы останавливаемся. Мы дальше не растем. Помню историю, которую рассказывал Папа Хеггин. Он проповедовал в одной церкви уже несколько недель. И это были одни из самых сложных его собраний. Он рассказывал, что было трудно проповедовать, не было никакого движения Духа, не было никакого прорыва в проявлении даров Духа. Все шло очень сложно. И вот в один из дней он решил, я проведу больше времени в молитве, чтобы пришло пробуждение или излияние. И в тот вечер он пошел на служение и молодой человек встал в начале служения и пророчествовал. И когда он пророчествовал, помазание Божье сошло и началось пробуждение, началось излияние. После служения в тот вечер, когда папа Хейген вернулся в комнату, где он остановился, его кое-что беспокоило. И он сказал, Бог... Хорошо, мне нужно выговориться. Мне нужно поговорить с тобой о чем-то. Сегодня, когда я ехал в город, я заметил того молодого человека, который потом пророчествовал вечером на служении, я видел, как он зашел в грязную дыру. Это слова папы Хейгена. Я не знаю, что он под этим подразумевал. Для разных людей, в разные времена, в разных городах, это значит что-то свое. Просто это было место, где ему не следовало быть. Место, в которое совершенно очевидно неправильно было заходить христианину. И он сказал, у меня проблема с тем, что я видел, как этот парень зашел в ту умение, использовал его, чтобы вызвать прорыв пробуждения на этих собраниях. Я не понимаю этого. И он продолжил, на служении была драгоценная пожилая сестра, он назвал ее по имени, скажем, сестра Смит. Ей 80 лет, и она прихожанка этой церкви с самого ее основания. Она здесь на каждом служении, она молитвенница, она жертвенная, она столб этой церкви. Ты мог бы использовать ее, но ты этого не сделал. Ты использовал юношу, который зашел в грязную дыру. Меня это волнует. И когда он сказал это Богу, Бог ответил, хорошо, я расскажу тебе о драгоценной сестре Смит. 50 лет назад я призвал ее поехать миссионеркой за границу, и она сказала мне нет. И она сидит в этой церкви 50 лет в неповиновении мне. А теперь давай я тебе расскажу о том юноше. Сегодня ты видел, как он зашел в ту грязную дыру, но ты не видел, что после того, как ты проехал, он спохватился, как только вошел в дверь, и он покаялся передо мной. Отец, я каюсь, у меня здесь не место. И развернулся и вышел. Ты не видел, как он вышел из того места. Однако ты просто предположил, что раз ты видел сестру Смит на служении, я должен был использовать ее. Но ты ведь не знаешь всего. Ну, конечно, когда Бог ему это рассказал, он понял, для чего я вам это рассказываю. Обратите внимание, из-за того, что драгоценная сестра Смит ответила Богу «нет» 50 лет назад, хотя она и в церкви, она не развивалась в его глазах, она не там, где должна была быть и могла быть, потому что она не приняла перемены, не согласилась с тем, что Бог сказал ей сделать, с Божьим планом для ее жизни. И то же произошло с богатым юношей, он не согласился с переменами, которые ему предложил Иисус. Бог пытался направить его к большему, Иисус пытался ввести его в большее, он пытался ввести его в вечную жизнь, но юноша не был готов меняться. Для этого юноши изменения заключались в том, чтобы перестать ставить имение на первое место в жизни, избавиться от своего имения, но, как я сказала, Бог бы снова завалил его имением больше, чем у него было когда-либо прежде, если бы он послушался, но для кого-то другого изменения могут быть в том, чтобы оставить какие-то отношения, так это было для меня, и я знаю, что я дальше не развивалась духовно, пока не оставила эти отношения и не изменила то, что Бог сказал мне изменить. Для кого-то это может быть обида, и пока он это не изменит, это будет сдерживать его духовное развитие, это будет сдерживать его молитвенную жизнь. Итак, дьявол использует самые разные вещи, чтобы отвлечь нас и удержать нас от лучшего, что есть у Бога. Обратите внимание, Иисус призвал этого молодого человека. Он сказал, «Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, возьми свой крест и следуй за Мной». Знаете ли вы, что в точности те же слова «следуй за Мной» Он сказал Петру и другим ученикам, которые стали двенадцатью апостолами. Заметьте, Он не обращался с этим юношей, как с одним из толпы. Ему Иисус дал приглашение присоединиться к Его ближайшему «Держался за свое имение». Скажу так, Он отказался меняться, Он отказался изменить то, что Его отвлекало от лучшего, что есть у Бога. Но смотрите, любовь Иисуса к юноше никак не отменяла того, что Он требовал перемен в его жизни. Бог любит нас, но Он все равно будет требовать перемен в нашей жизни. Люди думают, «Ну, Бог меня любит несмотря ни на что». Да, Он вас любит, но чтобы Он мог повести вас дальше в то, что у Него есть, потребуются перемены. И Слово говорит, «Мы преображаемся от славы в славу». То есть Бог говорит нам, «Если вы будете изменяться так, как вам показывает Мое Слово и говорит Мой Дух, вы перейдете в большую славу». Большая слава нас ждет. И Слово говорит, «Господь, кого любит, того наказывает, исправляет». Бог не наказывает нас трудностями, болезнями, скорбями. Он исправляет нас через Своё Слово и Своим Духом. Не знаю, как вы, но я хочу произвести необходимые изменения, потому что я хочу дальше идти с Богом. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.